Симми Исполнителя С вами канал Убивая БПМ Мы начинаем Поехали Алексей Семенюк родился в Тюмени О родителях звезды ничего не известно Будущий музыкант с детства любил слушать рэп Позднее он пробовал другие музыкальные направления Но всегда возвращался к хип-хоп культуре Как говорит сам Алексей Он был своим в любой тусовке Общался с неформалами, с рэперами, со спортсменами По словам исполнителя Он вырос на треках касты, капы и картель АК-47, О-74, Дэч Мадан Клан В подростковом возрасте Леша начал пробовать сочинять музыку Знакомился с другими молодыми рэп-исполнителями Вот что говорил про свое детство Симе в интервью для The Flow Я рос на районе Зарека Классический гетто-райончик С разными национальностями и конфликтами Был представителем двух миров Вроде с нефорами тусил, но и с уличными пацанами на тренировке гонял Был с футбольными фанатами Весил 53 килограмма, а тут бабах И 80 кг Соточку от груди ежал При этом топил за рыбак и на студийке ездил Меня считали нефором, но все равно любили в обеих компаниях Тогда еще и на это нормального не было Мой одноклассник Дима Калаш принес флешку А на ней по папочкам рассортированы дискографии Баста Раймс, ODB и Мэттед Мэн Для меня открылся ящик Пандоры В 12 лет я уже шарил за Оникс и Ву Тэнк Смотрел по телеку клипы Эмми Немо и Фифти Сента Сейчас мне 25 Я постарше остальных наших пацанов из Мелон Мьюзик Раньше я был закоренелым олдскульщиком Отказывался слушать о Сапа Роке Потому что у него знак доллара в никнейме С Ромой 163он Майне к Симе объединило общее увлечение граффити Потом на домашней звукозаписывающей студии Он впервые встретил рэпера Майота Так собрался своеобразный творческий союз начинающих музыкантов В 2017 году Сименюк и другие рэперы из Тюмени Создали тусовку Мелон Мьюзик Именно в этот момент Алексей взял себе псевдоним Симми Он происходит от начальных слогов его фамилии Со временем парни решили покорять столицу Перебравшись в Москву Они открыли собственную музыкальную студию И назвали ее в честь Лил Мелона Ныне покойного рэпера Даниила Царева На студию которого записывались в Тюмени Первые треки будущих участников объединения В Москве музыканты живут и работают вместе Как одна семья Как признаются сами рэперы Мелон Мьюзик это больше чем творчество и музыка Это настоящее братство Где все поддерживают друг друга Все отношения держатся на добре Дружбе и взаимопонимании Про Лил Мелона говорят практически все участники Мелон Мьюзик Он в каком-то смысле стал крестным отцом их объединения А его смерть повлияла абсолютно на всех участников Вот что про это говорил Лоуджи Будена шоу в Писка Пацаны вот мы и доехали до Данька На самом деле очень культовая Важная фигура для Тюмени И для вот нашего пути Нашего творческого пути 15-16 год И вот это пошло увлечение Типа таким звучком Хотелось с автотюном что-нибудь поделать Реально никто не шарил А я с Даньком Лил Мелоном на то время уже общался И вот как-то типа в одной из моих таких поездок в Тюмени Он такой типа да залетай ко мне У меня дома студийка там автотюнчик И все сделаем Вот это все привело к тому Что что-то мы очень сблизились Как-то постоянно вот я стал зависать вообще у Данька То есть я в Тюмени реально там наверное 6 дней из 7 У Данька день и ночь Мы сидим пишем Леха постоянно приезжал еще пацаны Мы там курили Писали рэпчик Просто кайфовали Я Федучку вот Рожку своему манагеру Все уши прожужжал Что блин есть у меня малой И биты пишет И сводит И поет Ну короче просто бомба Пацан звезда уже готовая И помню вот Рожок с Федучком загорелись Типа все надо везти Данька в Москву Там уже это в планах было Потом у них вышел с Федучком трек Турки Что тоже на тот момент В Тюмени пи*** Для Тюмени вообще был То есть уже вот прям оставалось Совсем ничего До его приезда в Москву Бабки уже откладывать начали Бабки откладывать То есть там у нас такой разговор был Типа что ну что братик готов к Москве Он такой да да все вот бабки откладываю Я такой вообще красавчик Еще там месяца полтора поработай Отложи там ну чуть-чуть бабок И все ждем А чем он работал? Помощником кадастрового инженера В тот день даже Когда вот его не стало Общались переписывались Типа че кого братик Да все супер Там смайлики Мы его вообще дома сидели ждали Пописаться То есть он должен был Аудиокарту принести Вот и в моменте просто Звонит девушка Его получается бывшая И говорит вот типа Даня из окна вышел Он сам вышел из окна Там если честно не до конца Понятно Непонятно Нас так как-то всех разъебли И очень жестко по нам ударило Что вот пацаны Прям очень плотно взялись за работу И такие так надо что-то менять И все это объединилось Вокруг имени Данька Во имя Данька Вот что Мелон Мьюзик И вот он на самом деле Всем этим движет И Панчите подсказывать Понял вроде Ну вот прям уверен Если бы он сейчас тут с нами был То он бы тоже был вообще на вершине Вот прям в топовых игроках И плюс помимо творчества Был супер Жестким пацаном Который пиздавал Такой он Около правый Был там около футбольный То есть за ней И на выезд Ну короче Данек вообще жесткий А вот что сам Симми говорил Про Лил Мелона Я был пацаном-пацаном Были моральные устои Которые не давали мне раскрыться Пацанское Надуманное Типа нельзя ногти красить Из этой оперы А Данек вроде и сам был Заряженным типом Но у него не было этих стопов Он был мега открытым Свежим У нас нет пропаганды наркотиков Мы не говорим в треках Мы хопаем делать и так же Я в треках о своей жизни говорю Да базарю и про наркотики Но на токсик я признаюсь Что однажды Чуть не закончил передозом Просто я открытый чувак Персонаж Транслирующий свою жизнь Этому меня научил Данек Мы с ним на студии оставались Он жестко меня натаскивал У меня был нормальный бэкграунд Но он говорил Братан Фуфло делаешь Давай качай тексты Когда его не стало Для меня стала важной Работоспособность Я должен был каждый день Качать скил Жить этим Понимать программы Уметь сводить До этого я думал Что стать рэпером Это что-то космическое Невозможное А потом я понял Когда человек чего-то хочет Он на это получает Но вернемся к творчеству Симе Нужно отметить Что раньше он не был фанатом Новой школы Мы уже упоминали это выше Но интересно послушать Что он говорил Про новую волну Именно русского рэпа Когда я увидел Клип фараона Про скрыр-скрыр В мертвых найках Я не понял Это че какой-то прикол Как это воспринимать А мне говорили Почему прикол Тип норм делает Зацени Я это не принимал Первые два года Более-менее въехал В пятнадцатом году Когда Даня Лил Мелон Еще один закоренелый Олдскульщик Который днями гонял Джей Дила Принес мне первый трэп Биток Не хочешь на такой ритм Залететь? Спрашивает А там 130 BPM Я поначалу стремался А потом Данек Донес до меня Свои взгляды Братан Времена меняются Зачем на месте топтаться? У тебя же нет аргументов Зачем ты борешься За старые идеалы? Ты же молодой пацан И я понял Что во мне говорил Максимализм Желание быть не как все Я начал слушать Разную музыку От Дэвида Боуи До русской попсы нулевых Вот так постепенно Создавался стиль Симми Все пацаны с Melon Music Так или иначе Познакомились друг с другом Через Лил Мелона У этого парня Записывались Будда Сам Симми И Майот Интересно Что по словам Алексея Сначала Будда Не переваривал Майота Вот его цитата Я, Гриша Уджибуда Диджей Гэнси Ян Гуэй Виттака И Айсон Майонек Мы все с Лил Мелоном Были знакомы А потом месяца через три Наш общий с Лил Мелоном Знакомый Привел к нам паренька Артема Майота Майотик еще успел У него несколько первых треков записать Сначала я смотрел на него Что за дурачка привели А потом понимаю Что он очень искренний пацан Тянется на студию Со мной попозарить хочет Научиться чему-то Завязались отношения Гриша, не помню, приезжал Спрашивал Зачем ты позвал этого оленя Я говорил Посиди, пообщайся с ним Это сейчас Майот серьезным голосом Низким А тогда он был писклявым Подкожным В общем После смерти Лил Мелона Создается объединение Которое сегодня Разрывает российскую рэп-игру Сначала ребята записывались В Тюмени Арендуя овощной ларек Под запись А затем перебрались в Москву Чтобы покорить столицу В числе всего объединения В столицу перебрался и Симми Первый альбом музыканта Sex Lab Совместно с Майотом Вышел в 18-м году После его переезда в Москву Позже, в этом же году Музыкант выпустил еще один сборник Trippin' of Drugs Также совместно с Майотом 19-й год стал наиболее Плодотворным для музыканта Певец записывает треки Reckless, No Cap За окном и впадло Выходит альбом Scum of the Pot Также совместно с Майотом Этот альбом принес Симми наибольшую популярность И к нему пришла слава О рэпере заговорили Его стали приглашать В различные музыкальные проекты Увеличилось количество подписчиков В социальных сетях В 2020 году Симми продолжает записывать Композиции с Майотом Также сотрудничает с Джаба Love66 И другими рэперами Выходит совместно с Young Way Альбом Magic Знаменательным событием Стал выход первого клипа На песню New Era Совместно с Love66 Отдельно прославилась Live-версия композиции Голодный пес Совместно с So Day Love Которая попала в топ музыкальных рейтингов Сегодня на этом треке 20 миллионов стримов Вот что Симми рассказывает Про эту песню в интервью На ней изначально должен был появиться Телли Грейв Но он что-то тянул Не мог запрыгнуть Подумал, кто у нас еще Из жестких рэперов есть И вспомнил про So Day Love Мы на тот момент С ним уже сделали трек Крататуй Когда вышел Голодный пес Мы с So Day никому не нужны были Да, трек неплохо зашел Но это было 200 тысяч прослушиваний Прошло полгода Сода Love начал набирать популярность Мы сняли лайв для тостера Он стал виральным Набрал 6 миллионов просмотров Всем, видимо, было интересно Как мы залетим вживую на такой трючок Где надо низким-низким голосом читать Видос начал набирать просмотры Трек начал набирать обороты Потом у Соды в ТикТоке Завирусился отрывок из его куплета И все Трючок просто пошел на взлет Ну и в нужный момент Его поддерживали Пушили Сейчас у него около 20 миллионов прослушиваний Его успех Результат того, что звезды сошлись Да и трек объективно хороший Прикольный по психосоматике Здесь нужно поговорить про сам альбом Токсик Который стал воплощением стиля Симми Сам Алексей признавался Что назвал так альбом Потому что любит басистый голос Атмосферный звук И грязные панчи Злого музла По мнению Симми В русском рэпе не хватает И ему захотелось исправить это положение На альбоме действительно Почти нет модного ныне автотюна Зато есть много звуковых эффектов Очень интересных битов А последний трек Так вообще сделан под прямую бочку Необычным стало еще и то Что на фитах появились Представители отечественного олдскула Пика, Брикбазука и Чемодан Клан Такого никто не ожидал От представителя новой школы Вот что сам Алексей говорит Про эти совместки Пика, Луи и Брикбазука Это чуваки Сформировавшие мой стиль Токсик это про Чемодан Клан Токсик это про первые альбомы Пики То что было до Патимейкера Подумал что круто Когда пацан зовет на альбом людей На которых рос И ничего что он младше их Почти на 10 лет С Пика меня сконнектил Ванек LoveSixix Они в Ростове познакомились Пика мне кидал респект И после релиза Magic Он выкладывал его в сторис И я его поблагодарил Написал Бро, ты легенда С Базука я познакомился в Питере Он пригнал на один из наших движей Я поблагодарил его Сказал как много его музло Значит для меня Луи позвал нас на выступление в Москве Я скинул им демки Сказал залетайте на альбом Буквально недельку назад Они приехали на наш трэпхаус У меня в комнате стоит студия Там все и сделали Я за это чувствую вину Есть на этом релизе и трек Под бумбэп бит Который также явно отсылает нас К старой школе Это песня под названием 12 лет назад Вот как он комментирует эту песню Я написал первый текст 12 лет назад Отсюда и заглавная тема трека Я просто обязан был добавить на дебютный альбом Олдскульный трючок Раскидать на нем за жизнь Продюсер Тони Солджа Тоже старый пес Танцевал хип-хоп под бумбэп в Тюмени Поэтому я попросил его сделать биток Знал, что он замутит мясо После записи подумал, что песня не хватает скретча Мы замутили его с диджей Ворм В общем, релиз получился действительно очень крутым И необычным для новой школы Поэтому советуем вам его заценить К тому же вчера пластинка заняла аж второе место В любом нам чарте Apple Music Уступив лишь новому альбому Тайлера The Creator К слову, конфликты не обошли стороной Melon Music Наверное, вы все помните те 2D Сообращенные Коуджи Бути Которые записал Игла Тогда Гриша никак не комментировал эту ситуацию Но вот что сейчас рассказывал Симия Я уже говорил пацанам Мне кажется, что он просто недалекий человек Первое и последнее, что я знал об Эггле до выхода Диса Это его фристайл для Fast Food Music Знаешь, что мне не понравилось? Стоит взрослый чувачок И прям видно, как он пыжится Хотя фристайл это же легкая фигня Несет какую-то чушь неинтересную Но пыжится Видно, что хочет взять напором Что он загоняется Но он знать не знает, что из-за человека Какой Гриша не в реале Он не знает, что может случиться за плохие слова В адрес его семьи А просто начинает гнать Я бы не стал давать ему хайпа и реагировать Пацаны чего-то куснулись на него Но я всегда за своих пацанов Если надо будет подъехать, я подъеду Его Дис это выпад абсолютно не по фактам Единственный факт Ты фитанул с Моргенштерном Ну и что, что фитанул? Кого Гриша этим предал? У тебя свое понимание трушности и стрит кредабилити Так живи по ним, братан Они не должны распространяться на других Мелан Мьюзик это когда Гриша может залететь на трек Моргенштерна А я позвать на альбом Пику и Чемодан Он хочет хайпа, но нас обвиняет в хайпе Он этим пытается привлечь интерес к своей персоне Прежде всего, а не доказать, что мы плохие Также и 044 Роуз Записавший трек с Майотом Мы ему сказали Нет, это выпускать нельзя Он ответил Ладно, не буду Проходит год И он выкладывает этот трек А Роузе все забыли Он хотел, чтобы Майот ему ответил Вернемся к игле Если ты такой андеграундный тип Отрицающий глобализацию и хайп Что ж ты тогда пошел на фристайл в фастфуд мьюзик? Что ж ты тогда с Джизусом в десны целуешься? Хотя у него не то, что ногти накрашены А все лицо разрисовано Это двойные стандарты Пацан просто захотел на моих пацанах хайпануть Нужно сказать еще пару слов о том, что Симе действительно папа Как гласит один из его панчей В прямом и переносном Все дело в том, что в свои 25 лет у него уже есть дочь Которой скоро исполнится 2 года Музыкант сейчас живет отдельно дочери и ее матери Хотя они и не расставались Просто Симе сейчас готовит все для того, чтобы перевести семью в Москву Вот что он говорит про свою дочь Я читаю, скидываю дочке бабки, и она дома подрастает Это же прикольно, все знают, что я молодой батя Из-за этой строчки становится понятно, что она не рядом со мной У нее 5 июня был день рождения Я ее вижу каждый месяц Каждый мой приезд она все взрослее и взрослее Сейчас уже начинает песню подпевать Вижу в ней полное отражение себя Характер у нее походу мой Стараюсь быть лучше рядом с ней Ей не соврешь Она все чувствует Завершить видео нужно, наверное, словами Алексея про объединение Мелон Мьюзик Ведь многие подозревают, что его может ждать судьба Ян Граши или же Дэд Дайнасти Цитата Нас с пацанами всегда сближал фактор пацанскости Если у нас конфликт и мы поругались У нас в голове заложено, что мы все равно помиримся Это скоротечное Сейчас, когда появились возможности и влияние Нам это помогает оставаться людьми Мы же видели, как это бывает у других Дэд Дайнасти, Баунд Думаю, во всем виноваты бабки А наша пацанковость не дает нам изводиться Мы вообще всех мирим Когда приехали, помирили Трилл Пива с Лизером Флэш сейчас рядом с нами живет А на этом у нас все Как вам новый альбом в семье? Что вы думаете о нем, как об артисте? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Всем пока!